В республике завершается программа переселения из аварийного жилого фонда. Сегодня на ежедельном совещании у главы Чувашии обсуждали, как идет выполнение четвертого этапа. Подробнее далее. 13,5 тысяч. Столько человек должны переселить за 4 года. На реализацию республиканской адресной программы предусмотрено порядка 5 миллиардов рублей. Во время действия предыдущего этапа переселены 9 тысяч человек в 10 муниципальных образованиях. Но сейчас реализация программы идет медленно. В Ибресинском районе и мэр Посаде уже прошли все сроки сдачи объектов, а дома еще не доделаны. Есть отставания и в столице республики. Предусмотрено переселение 3,5 тысяч человек из 182 аварийных домов. Общая площадь жилых помещений 48 600 квадратных метров в 8 муниципальных образованиях. На стоящее время переселены 100 человек. В Шумерлинском районе реализация программы предусмотрена в 4 населенных пунктах. Поселок Кабаново, Солончик, Речной и Мыслец. Для строительства домов представлено 8 масс земельных участков. В настоящее время ведется строительство трех многоквартирных домов. Кроме того, в Шумерлинском районе из необходимых 19 миллионов местный бюджет выделил 3 миллиона. Это создает сложности для выполнения программы. Среди недобросовестных подрядчиков, которые не выдерживают сроки сдачи домов, министр назвал три фирмы – «Стройсфера», «Сонарстрой» и строительная компания «Стрим». Все называют одинаковые причины отставания. Поздно выдали разрешение и открыли кредитные линии. Разрешение на строительство получили в августе месяц. В январе мы разыгрывали. Как-то ушли на зиму. Вышло так у нас. И когда вы выполните свои обязательства? Апрель месяц. Когда должны были? По контракту 15 сентября 2016 года. Сегодня какое число? 20 февраля 2017. Почему полгода просрочили? Недостаток оборотных средств. Контракт заключили 1 июня. Первые деньги от заказчика получили 14 ноября. Через 5,5 месяцев. Ведется процедура передачи документов инспектирующим органам и передачи объекта муниципальному заказчику. То есть все техусловия по подаче тепла, водоснабжения и водоотведения тоже выполнены. То есть в доме есть тепло. Люди должны уже там жить. Эти акты должны были быть оформлены. И люди с аварийного жилищного фонда уже должны жить в этих квартирах. Вы сами бы жили в аварийном жилищном доме? Михаил Игнатьев поручил председателю кабинета министров, министру экономического развития и министру финансов разобраться в причинах срыва программы. Обсудили и результаты кампании по электронной записи в первый класс. В этом году в школу республики пойдут 15 736 детей. Прием документов в электронной форме начался в конце января. Это позволило снизить ажиотаж прошлых лет при поступлении в первый класс. Однако в некоторых школах количество заявлений превышает количество мест. И эти вопросы будут решаться адресно. Татьяна Молокова, Сергей Адушкин, Республика.